Об отмене бесплатных талонов на обеды для ребят из многодетных семей Алексей Голубев с супругой узнали от классного руководителя. Раньше им не приходилось задумываться над процедурой оплаты школьных обедов и получения талонов на питание. Середина января ситуация изменилась. Дети из многодетных семей теперь будут питаться в школах на общих условиях. Мы как родители отреагировали спокойно. Во-первых, потому что у нас ребенок ест очень мало или практически не ест, и поэтому у нас есть завтрак в школе, и дальше он приходит обедать домой. Одна порция обеда в саровских школах стоит 70 рублей. За неделю питание ребенка обойдется родителям в 350 рублей. Для одних семей эта сумма покажется незначительной, и новые правила оплаты школьного питания не станут неприятным сюрпризом. Однако материальное положение в многодетных семьях бывает разным. Для нашей семьи 70 рублей за обед – это сумма подъемная и некритичная. И я согласен с тем, что помогать нужно тем, кто в этом нуждается, то есть семьям нуждающимся, а это не всегда многодетные семьи. Как нам пояснили в администрации, отмена бесплатных обедов для многодетных семей напрямую связана с постановлением правительства России номер 232, который ограничивает полномочия муниципалитетов в области финансирования социальных обязательств. Поэтому до конца текущего учебного года обеды школьникам из многодетных семей будут предоставляться за счет средств родителей. Для этих целей у данной категории льготников предусмотрена компенсация по линии соцзащиты, которая составляет 792 рубля на одного ребенка в месяц. Более подробная информация в ближайших выпусках новостей. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.